Двойная оплата за услуги ЖКХ. Сразу две жилищные организации борются за право управлять высотками в районе авиагородка. Решить спор должны собственники, однако до сих пор они не определились в этом вопросе. Оплачивая квитанции одной управляющей компании, жильцы автоматически становятся должниками перед другой. Вот нам приходят две квитанции. По какому платить мы не знаем. Я пенсионер. Я не могу. Я за свет повторно заплатила. И за газ, чтобы они не жили, не отключили. Вынуждены в чем-то себя ущенить. Часть собственников многоквартирных домов платила жилищной организации «Авиагородок». Деньги за потребление света, воды, тепла, коммунальщики не перечисляли на счета ресурсоснабжающим компаниям. В итоге долги у многих жильцов уже зашкаливают за 300 тысяч рублей. Данное ООО никто не назначал. Его собственники выбрали сами. И что вы ему дали работу? Мы ему работу не давали. Я к нему имею точно такое же отношение, как к «Зайцу стоп-сигнал». Как выбить долги с недобросовестных коммунальщиков и определиться с организацией, которая будет управлять домами? Ответы на эти вопросы краевые депутаты, специалисты государственного жилищного надзора на собрании пытаются найти вместе с собственниками. На протяжении нескольких лет одни платили и защищали «Авиагородок», другие платили и защищали «ДВСРК», третьи вообще были непонятно на чьей стороне. Только жильцы могут решить, кто будет управлять их домом и кому они будут перечислять платежи. Юридическую помощь по взысканию долгов готова оказать администрация города. Суд железнодорожного района уже удовлетворил более 30 исков в пользу собственников. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Поборовская студия телевидения.